МАГАДАН В Магадане продолжается ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего запланирована реконструкция четырех объектов. Качество проводимых работ на участках по Колымскому шоссе и улице Парковой проверили специалисты Минтранса совместно с представителями Межрегиональной дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток». По Колымскому шоссе из ключевых можно отметить это устройство сопряжения устроенного выравнивающего слоя с текущим асфальтобетонным покрытием в районе моста через реку Магаданку. Я думаю, что автомобилисты обратили уже на него внимание и следует отметить также, что отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие автомобилистов о препятствии дорожному. Все зависит от вида недочетов. Те, которые значительно влияют на аварийность, то, о чем мы уже сказали, там сроки будут жесткие, я думаю, что 2-3 дня – это максимум. На подобные проверки эксперты выезжают раз в две недели. Это время подрядчикам отведено на устранение недочетов и корректировку дополнительных объемов работ. А они действительно масштабные. Только на ремонт Колымского шоссе предусмотрено более 80 миллионов рублей. На эти средства запланированы полная замена дорожной одежды, установка бордюров, а также обновление наружного освещения и оборудование по программе «Доступная среда». На Колымском шоссе и на улице Парковой, естественно, все примыкания пешеходных дорожек будут оборудованы пандусами. Либо они будут каменные, либо это будут асфальтовые, но в любом случае доступные для людей с ограниченными возможностями. Завершить работы подрядной организации должны до 31 октября текущего года. Между тем, по словам специалистов, благоприятная погода, устоявшаяся в Магадане, позволяет ускорить темпы и сдать объекты раньше срока. Работники старше 40 лет, которым введен дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации, будут получать средний заработок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Напомним, с 11 августа в Трудовом кодексе предусмотрена норма, согласно которой сотрудники компаний, предприятий и организаций старше 40 лет имеют право на свободный день в рабочем графике для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Работодателя могут оштрафовать, если он откажет в праве провериться у врачей. Специалисты считают, что диспансеризация важна, поскольку помогает заблаговременно предупредить те или иные заболевания. День физкультурника отметил Магадан. Праздничную дату 8 августа любители спорта встретили на городском стадионе. Глава областного центра Юрий Гришан поздравил колымчан со всероссийским праздником, после чего на зеленом поле инструкторы фитнес-клуба «Плазма» провели для желающих разминку, а футболисты сыграли товарищеский матч. С 1939 года отмечают этот праздник сначала в Советском Союзе, теперь в Российской Федерации. Сегодня много соревнований всевозможных, показательных выступлений, прыжки парашютистов будут, бегуны, боксеры. Вот мы видим сегодня занятия здесь фитнес-группы на стадионе. Вот поэтому я поздравляю всех любителей спорта, физической культуры с этим замечательным праздником. И не покидать беговые дорожки, спортивный зал всю свою жизнь. По официальной статистике регионального департамента физической культуры, в городе популярны более 40 различных секций. Работают 28 федераций, около 40% всех колымчан систематически занимаются спортом. В Олимпийский резерв страны и в состав сборных команд Российской Федерации по сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, боксу, пауэрлифтингу, киукусинка и вольной борьбе входят 16 колымчан. Спортивные занятия в регионе ведут 179 тренеров. Ежегодно в областном центре возводят несколько спортивных объектов. Этот год не стал исключением. Сегодня в Магадане завершается строительство нового двухчашевого бассейна на Октябрьской. Возводится физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский». Кроме того, для взрослых и детей в городе на постоянной основе проводят спортивно-ориентированные мероприятия для профессионалов, семей и любителей. В день физкультурника во дворе 18-й школы провели открытую тренировку по боксу. Турхан Каримов занимается этим видом спорта более пяти лет. Парень выступает на областных и городских соревнованиях и занимает призовые места. Бокс – дело нелегкое, по мнению Турхана, ведь здесь задействованы все группы мышц. Кроме того, нужно продумывать каждый удар, иначе можешь пострадать. Планирует связать свою жизнь со смешанными боевыми искусствами. Продолжать заниматься боксом, но также перейти в другой вид спорта – в ММА. Мы с тренером поставили цель, чтобы я стал первым, кто будет выступать в главном промоушене по ММА. И сейчас мы пока подтягиваем бокс. Мэр Магадана поздравил боксеров и наградил почетными грамотами. По словам главы муниципалитета, горожане любят спорт, а молодежь переключилась на здоровый образ жизни. Во многих дворах областного центра установили тренажеры, чтобы магаданцы могли заниматься на свежем воздухе. Кроме того, в эксплуатацию вводят новые спортивные объекты, один из которых – бассейн на Октябрьской. В минувшие выходные в Магадане состоялся городской фестиваль «Куваевский костер». Это традиционное мероприятие ежегодно собирает любителей музыки и поэзии на свежем воздухе. Этот год не исключение. Отличительной особенностью стало лишь место проведения фестиваля. В этот раз звуками струнных и голосами вокалистов наполнился популярно у горожан и гостей города сквер-маяк. В этом году мероприятие приурочили к 65-летию со дня основания городской библиотеки имени геолога, геофизика и писателя Олега Куваева. Мы имя Олега Куваева увековечили в памяти, назвав библиотеку нашу городскую именем Куваева. У нас есть и библиотека Альберта Мефтокуддинова. Мы думаем над тем, как увековечить память Александра Михайловича Бирюкова. И сейчас передано очень много материалов, его ценных вещей, которые находятся в музейном комплексе города Магадана. Они тщательно описаны. Я думаю, что в одной из библиотек города Магадана мы откроем экспозицию, посвященную такому замечательному писателю, как Александру Михайловичу Бирюкову. Не обошел стороной один из уютнейших фестивалей и бывший градоначальник и экс-губернатор региона Владимир Печеный. Он прибыл в Магадан на несколько недель и с удовольствием становится участником многих городских мероприятий. Бадминтон и зрение. Такую программу презентовали в комплексе «Территория спорта» главе города Юрию Гришану. По словам специалистов, польза для глаз необычного вида спорта давно доказана. Попасть на занятия может любой желающий. Родителям с детьми после обращения к лечащему врачу выдадут направление на занятия бадминтоном. Чтобы добиться результатов, заниматься нужно постоянно. Есть специальные методики, которые позволяют людям, которые страдают миопией, там, взял рукостью, восстанавливать зрение. У нас люди на тренировках снимают очки, поэтому мы воспользовались. И самое приятное, что мы сделали это одни из самых первых в стране. У нас контракт с Минздравом на уровне федерации, и вот, пожалуйста, программа работает. В здании есть три корта, которые отвечают требованиям мирового уровня. Мэр Магадана Юрий Гришан отметил, что ракеточные виды спорта внесут большой вклад в укрепление здоровья жителей областного центра. Кроме того, помогут малому бизнесу. Вот сейчас был в территории спорта, две новых федерации открыли – бадминтона и тенниса. Привезли тренеров, это частная структура. И если участник занимается спортивными залами и спортом, значит, это выгодно не только людям, но и бизнесу. И мы приветствуем. Также в спортивном комплексе проводят открытые тренировки по теннису. По словам специалистов, здесь созданы все условия, чтобы гости могли играть на профессиональном или любительском уровнях. Кроме того, здесь можно позаниматься волейболом и мини-футболом. А еще индивидуально заниматься с тренером. В Магадан пришли дожди. Они дали о себе знать в понедельник утром 10 августа и стихли всего лишь на сутки. Синоптики обещают продолжительные осадки с середины недели. Одновременно в прогнозе похолодания столбик термометра днем не поднимется выше 14 градусов. В среду, 12 августа, при формальных плюс 13, из-за ветра восточного направления до 10 метров в секунду, будет казаться, что осень уже готова вступить в свои права. Пасмурно будет всю предстоящую семидневку. Солнце покажется на непродолжительное время в пятницу и в выходные. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на «Берзина-12». Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Макса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений там. Во вторник, 11 августа, в Магадане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14 градусов. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Влажность составит 67%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин